Приезд авангардов в Череповец всегда ждут с интересом. И в силу богатой на события истории встреч этих клубов, и, конечно, благодаря Геремиру Ягру. Для главного тренера, сверстали Дмитрия Квартального, это тоже особенный соперник. Ведь и мячи тренирует Райма Сумманин, в команде которого Дмитрий Вячеславович когда-то играл сам. Я, в общем-то, очень хорошо знаю Райма, я еще когда играл, сам был хоккеистом, он был моим тренером в Йокере, в Финляндии, знаю, насколько это хороший тренер. Мы очень-то готовились, у них очень приличная команда. Северсталь открыла счет в матче уже на третьей минуте встречи. Ошибкой вратаря-гостей хладнокровно воспользовался Андрей Шефер. Так, в общем, игра у нас получилась, задание выполнили. Вот, Омск, не знаю, играл, но это сегодня слабовато, видно, недонастроился. Вот, мы нашли вроде свою игру сегодня, продолжаем дальше. Минимальное преимущество хозяев площадки сохранялось до начала третьего периода, на четвертой минуте которого Северсталь реализовал отчисленное большинство. Свою десятую шайбу в сезоне забросил Йозеф Страка. Через минуту ворота хозяев площадки назначен булит, и Попов все-таки сумел переиграть Василия Кошечкина. Но следующее удаление в составе авангарда опять заканчивается плачевно для мячей. Теперь он же немец поражает цель. 3-1. На последней секунде матча арбитры углядели умышленный сдвиг ворот Кошечкиным и назначили еще один булит в ворота Северстали. Лучший снайпер авангарда Червенко перехитрить Кошечкиным не смог. Северсталь побеждает в третий раз подряд. По праву Северсталь занимает свое место, ребята хорошо играют, команда очень быстро. И после тяжелейшего матча в Питере, который мы провели, нам элементарно не хватило сил, чтобы успевать за такой быстрой командой, которая так хорошо катается, с быстрым пасом. Поэтому, в принципе, результат по игре. И остается только поздравить Северсталь с победой. Северсталь осталась на четвертом месте турнирной таблицы западной конференции. Следующий соперник – дебютант КГЛ Югра из Ханты-Мансийска.